Оказывается, выступал на канале, на одном министр, вице-премьер Рева и сказал, что мы живем намного лучше. Я, честно, я уже рассказывал, я вчера подумал, что у меня не было один день, думал, что я от чего-то отстал, вышел, поговорил с людьми, спросил, нет, все то же самое. Значит, все-таки-то он не оттуда приехал, по-моему, да. Выступал премьер-министр, сказал, слава богу, в страну пошли инвестиции. Я поднял цифровые данные тут же, потому что, ну, может, я отстал за сутки. Посмотрел, я уже все рассказывал, 3,8 миллиарда получили мы инвестиции. Самое меньшее вообще в мире, по-моему, кто получил, там Лесота еще, по-моему, какое-то. Из них 2,2 из России. То есть мы, наконец, в результате этой войны победили все, и Россия теперь стала главным донором украинской экономики. Это не считает 4,5 миллиарда, которых мы получаем за то, что там наши украинцы работают. То есть мы, у нас очень много людей, занимающихся экономикой. Просто, знаете, как вам сказать, вот есть люди, которые берутся за что-то, да, и берутся, и у них не получается. Есть два варианта, не получается. Первый не получается, просто они не могут, да, это называется как, ну, неумение, там, импотенция, как вам больше нравится. Такие тоже есть у нас, да. Но в основном это немножко другое. В основном, вот я смотрю, когда касается их себя, своего бизнеса, своих интересов, очень умные, хорошие люди. Все у них получается. Как только за государственное берутся, ничего. Я сегодня просто, это у меня сегодня повышенный градус раздражения, потому что я полностью сегодня у совещания Супрун, это номер один враг, я считаю, Украины. Про медицину говорим. Я еще не могу, я про врага номер один Украины говорю. Она сегодня объявила на закрытом совещании, чтобы не было медиа, всех выгнали. Забрала всех медиков сегодня в центре Киева и сообщила им следующее, что теперь скорой помощи, говорит, полностью демонтируют все оборудование скорой помощи. Просто машина будет. Дальше. Врачи будут сидеть в одном месте только, а больным будут приезжать машины, и теперь если везти туда к врачу, на нее все смотрят, вот полный зал, и говорят, скажите, пожалуйста, а если человеку плохо? Она говорит, смотрите, у нас есть квалифицированные пожарные и скорая помощь, которые будут оказывать помощь. Дорогие украинские зрители, вот этих дебилов, уничтожающих свою страну, мы посадили себе на голову. Кто она такая, я не пойму. Нашли какую-то, какое же слово найти такое мягкое, нехорошего человека, да, нашли. Только за что его, почему, на какие заслуги человек, имеющий четвертую степень с 10 магистратом в Америке, стала руководить в 45-миллионной стране медицины. Отскаки, у нее знания есть, что никаких. Что она знает? Единственное, что она не может по-украински говорить, это, конечно, успех. Она, у нее паспорт не украинский, это тоже достоинство в сегодняшней нашей Украине. У нас портовики, огромные портовики, с огромным образом, почему их не ставят? Прячут глаза, им кто-то указание дал. Какое указание? Скажите, а как больным быть в нашей стране теперь? Выживать, как-то. Выживать. Может, мы жить будем, а в они выживать. Может, уже возьмем, поменяем ситуацию. По конституции Украины право в голосе и право власти в стране принадлежит народу Украины. А не Супрун, приехавший с нам, или там Бачуну, приехавший с Польши, или еще каким-то недоумком. И что? Народ просто должен вспомнить, что власть принадлежит народу. Я, к сожалению, после сегодняшнего совещания у Супрун считаю, что, наверное, время уже к самому немодному. Пусть холода только немножко спадут, людей жалко. Я считаю, что люди имеют право на народное волеизъявление и на то, чтобы не давать себя убивать. Но нельзя давать себя убивать, люди. Нельзя. Послушайте. Пусть бы они хотя бы сказали, ну давайте два месяца подождем. Мы сделаем вот это, вот это, вот это. Ну знаете, как человеку говорят, давайте потерпим 2-3 месяца в семье, но мы купим вот это. Понятно, для чего вы от себя отказываете, что вы хотите купить. Нам ничего никто не объясняет. Нам никто не объясняет, что мы построим через полгода, через час. Нет, нет плана строиться. Но мы ничего не строим. Мы прожираем, проживаем вот это все и все. Уничтожаем себя, набираем долги для детей и внуков и потом стыдливо должны идти на погост. И молчать, чтобы нам не сказать, что они нас обижают. Да что это такое вообще? Такого нет нигде. В Африке, я не знаю, племена поднимаются, когда их уничтожают. Индейцы, правда, неудачно, но поднялись. Ну мы же не индейцы, не НИФа. Что происходит? Находятся на территории Украины, приехали захватчики, захватили страну. Знаете, остальная статистика, 17% украинцев вважают, что они задоволенны с жизнью в нашей стране. И близко 30% хочет выехать за межи этой страны. 17% задоволенны с жизнью в Украине? 17%. Можно мне показать? Багато чебало знаете. Можно мне показать? Люди, дорогие зрители, покажите мне эти 17%. Да, покажите мне 2%, чтобы я уже понял, что я ничего в стране не понимаю. И одного человека покажите, кроме самого, вот там вот кто управляет этого. Но извините, нет, согласен, сейчас я не прав, все, извиняюсь. Давайте посчитаем, 450 депутатов, правительство примерно там около 1000 человек, администрация 2-3, в местах 8, около 23, теперь члены семей, 100 тысяч в стране очень хорошо живут и радуются жизни. Давайте посчитаем, 40 миллионов, 4 миллиона это 10%, 400 тысяч это 1%, значит у нас примерно, наверное, в стране полпроцента довольных людей. Откуда 17 взялось, я не знаю. Вы довольны тем, что происходит? И я нет, и вот все, кто здесь смотрит, и на нас смотрятся, и выйдем на улицу, где 18% нашли? Они все это рассказывали, что Трамп проиграет выборы, эти же социологи. Потом они рассказывали все остальное. Сейчас они рассказывают, что вся страна голосует за Петю и Юлю. Я не могу найти ни одного человека, ни за одного, ни за другого. Есть, есть, я видел одну бабушку, она за Юлю. Она ее помнит еще в прошлом. И знаете, у нас просто выхода другого нет. Я вам могу объяснить, почему. И дело ни во мне, ни в чем. Вот скажите, а что мы будем делать? Вот сейчас объявят выборы, да? Мы хотим получить новый экономический курс. Мы хотим изменить ситуацию. И кто ее будет менять? Члены 5 партий, которые составили коалицию были. Если кто не помнит в стране, я напомню. 5 партий, взявшись за руки, взяли полную ответственность за экономическую и политическую ситуацию в стране. Это Народный фронт, БВП, Тимошенко, Ляшко и Самопомощь. Помните? Песни пели, стояли. Красиво все. Ваши ванках все. Сейчас что-то реже носят. Я сейчас как-то уже так смотрю, вообще что-то видно. Или ваши ванки пропили. Ну, неважно. Не будем так бедных людей трогать. Значит, вот это все было. Эти 5 партий, за них голосовать нельзя, потому что они уже все это срубывы. Что там у нас остается, кроме нашей партии? Кто там не попал в парламент? Что там у нас еще есть? Самопомощь. Нет, Самопомощь мы уже посчитали. Она уже голосовала. Есть кто не попавший? Есть Свобода, да? Правый сектор. Кто у нас еще есть? Компартию запретили? Запретили. Социалисты. Социалисты, да? И мы, да? Ну, я не знаю. Мы хотя бы полтора года проработали над тем, как в течение года. Я вам сразу говорю, нам нужен будет год переходного периода, чтобы восстановить все, что эти паразиты уничтожили. На второй год мы будем жить совершенно иначе. А к концу второго года у нас не просто подъем будет, у нас совершенно рывок будет. Для этого нужен переходный период. Нужно принятие новой конституции. Нужно принять новые экономические законы. Нужно вообще снять полностью запреты среднего и малого бизнеса, который, я не знаю, слово, знаете, методично уничтожается, уже даже не подходит. Выжигается правительством. 200 тысяч закрытых предприятий, любое правительство в мире ушло бы в отставку. Причем в отставку отсиживали они в тюрьме, а не просто в отставку. Но, тем не менее, у нас это достижение. У нас это хорошо. У нас чем больше уничтожишь украинских предприятий, тем ты лучше. Поэтому нам нужно менять не рассказами, не болтовнёй взаимоотношения центр и крайном, будем так говорить. Децентрализация, о которой они рассказывали, заключалась в следующем. Мы себе свои деньги оставляем. Вы сами что хотите делаете, а кому надо, мы чуть-чуть поможем. Вот децентрализация нынешней власти. У них забрали все, взвалили им на плечи коммуналку, взвалили больницы, взвалили все. Совершенно никого не интересует, где это берет область. Это невозможно. Значит, каждая область должна получить серьезные экономические права с тем, чтобы существовать и выживать. И таких вещей надо сделать, вот знаете, десятое. Надо сделать сингапурский, посадить коррупцию. С коррупцией надо бороться один час. Каждый, кто говорит, что я буду бороться с коррупцией годами, это вообще бесполезно. Я буду бороться с коррупцией один час. Есть сингапурский опыт, который мне крайне нравится. Сначала мы посадим сразу первый день трех друзей президента. На второй день трех друзей премьер-министра. И все, сразу все закончится. А если сейчас сажают одну мелочь, а все наверху крадут лопатами, ведрами, машинами и ничего, ну, конечно, никто не верит в эту борьбу. Страну захватили недоумкие враги. Часть из них не умеет, а часть делает специально. Разрывают на части, потому что они боятся сегодня, что мы пойдем на выборы, проголосуем и поднимем бумаги, что они натворили за это время. И в тюрьме места мало будет. И они этого боятся. И поэтому они сейчас раскручивают опять очередной маховик ненависти. Я точно знаю, когда вы мне сказали, что вот он знает, но я, к сожалению, знаю, что этой весной, этой весной, не следующей, никогда-нибудь, будут какие-нибудь провокации, связанные со стравливанием людей между собой и после этого каким-то конфликтом. Потому что без этого им выйти никак нельзя. И мы должны быть крайне-крайне бдительны, это раз. Во-вторых, у меня такое мнение, что надо уже нормальным людям создавать отряды самообороны, чтобы от них обороняться. Нормальным, да? Ходятся с молоксквипами за кит, всех это за... Я уже просто, ну, действительно, мы не можем отдавать вот так просто страну. Слушайте, есть дети, есть внуки, ну, посмотрите, вы не имеете права этого делать. Вы не имеете права люди молчать и смотреть, как вас уничтожают. Я вам скажу, чтобы закончить войну, нам нужно ровно опять одна минута. Потому что, к сожалению, на войне наживаются громадные-громадные деньги. Вы даже не представляете, каждый день войны это миллиард кому-то в карман. Каждый день войны это миллиард разделенный за трупы, за наркотики, за все это, за блокпосты. И это с обеих сторон, повторяю. Не надо себе ничего думать. Поэтому вот как только, как только все понимают, что бизнес закончился на войне, и война закончилась, она больше никому не нужна. Войну поддерживают те, кто на ней зарабатывает миллиарды. Берут себе, придумывают себе это, раздувают военные бюджеты. Все деньги вместо пенсионеров складывают для обороны своей страны. А потом говорят, слушайте, у нас же ничего нет, сложитесь, вы там волонтеры. А куда вы все дели, которое вы брали? Вы помните, как они ввели налог даже на каждую пенсию, на все? Куда вы все дели? Все волонтеры, куда не пойдешь, везде волонтеры дали. Машины волонтеры дали. А вот сейчас, я читаю, сейчас Авдеевка требует, волонтеры привезите то-то, а где государство? А государство у нас все забрало, сидит и говорит, сами разбирайтесь. Что это? Война нужна только тогда, когда на ней зарабатывают деньги. Сегодня на ней зарабатывают с двух сторон миллиарды. Присосались уже, наладили бизнес. Присосались.